В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! И сегодня мы расскажем об уникальной выставке «Романовы. От царя до императора» и собрании музеев Московского Кремля. В гостях у нас Ирина Горбатова, ведущий научный сотрудник сектора зарубежного искусства Оружейной палаты Музеев Московского Кремля, куратор выставки, и Анна Щербакова, ученый-секретарь Музея истории Дальнего Востока имени Владимира Клавдевича Арсеньева. Добрый день! Здравствуйте! Даже не знаю, кому адресовывать из вас первый вопрос, потому что проект совместный. Ирина Витальевна, наверное, всё-таки вам, поскольку вы куратор выставки, привезённой к нам во Владивосток. «Романовы. От царя до императора». То есть мы понимаем, о ком пойдёт речь. Ну, приблизительно понимаем, о ком идёт речь на этой выставке. О каком времени она рассказывает? Она рассказывает об очень сложном и в то же время очень интересном периоде русской истории, о преодолении последствий смутного времени, о рождении новой династии и об очень интересном и необычном для большинства мировых стран периоде – переходе от царства к империи. То есть это переход от смутного времени уже к стабильности? От смутного времени к стабильности и от одной формы государственного правления к другой. К более мощной, более объёмной и более значительной с точки зрения политики. Каким образом это можно проследить именно в экспонатах привезённых? Самые ранние наши экспонаты относятся к правлению первого царя династии Романовых Михаила Фёдоровича. Именно на его долю пало преодоление последствий вот этого тяжелейшего периода, когда вся страна находилась в растерянности, когда была иностранная интервенция, когда страна была разорена и, скажем, прямо напугана. Он стал тем государем, который дал стабильность, началось экономическое развитие, восстановление экономики, и, соответственно, его сын Алексей Михайлович уже развил эту политику. Ну а Пётр I, великий царь-реформатор, внук Михаила Фёдоровича, сделал Россию империей. Я когда слушаю слово «император», ну это понятно, что мнение такое обывателя, но в моей голове это шикарные наряды, короны, золото, драгоценности и так далее. Мы всё это можем увидеть? Отчасти, потому что, что касается Петра I, то когда он был царём, а царём он стал маленьким мальчиком в 10 лет, то это как раз будет и золото, и драгоценные украшения, и роскошь. Вещи такого рода представлены у нас на выставке. Ну а когда он стал императором, это был царь, который работал, работал в том числе и физически. И вот тут вещи более скромные, они не такие памбесные, роскоши там уже нет, но они ничуть не менее интересны, потому что вы можете визуализировать для себя образ Петра не по фильмам и даже не по картинам, которые изображают его гигантом, титаном, человеком мощным и эффектным, а увидеть его таким, каким он был на самом деле. А каким он был на самом деле? Человеком, с одной стороны, очень сдержанным в одежде, человеком необычной внешности, и человеком, который был настроен не на внешнюю помпезность, а на очень серьёзную работу. Анна Александровна, почему от царя до императора? Почему такое название? Ну, название мы выбрали с коллегами вместе, пока работали над выставкой. Было понятно, что мы представляем комплекс личных вещей трёх первых представителей династии Романовых, и когда мы смотрели на эти вещи, обсуждали концепцию выставки с коллегами из музеев Московского Кремля, тогда и возникло. У нас было два варианта – от царства до империи, и мы выбрали второй вариант – от царя до императора, потому что как раз выставка позволяет через предметы увидеть, как менялась не только форма государственности, от царства до империи, как менялись обычаи, как менялись предметный ряд, который сопровождал обычную бытовую, церемониальную жизнь. Это два совершенно разных подхода, это совершенно разных два космоса. Они даже визуально у нас в экспозиции представлены другими цветами, потому что период московского царствования Романовых и Пётр, который основывает столицу в Петербурге, мы выбрали специально для этого зала жёлтый цвет, потому что он отсылает нас к первым дворцам, который строит Пётр, дворец Пан-Близир, другие дворцы и домики, которые он строит в Петербурге. Поэтому нам через все элементы мы попытались показать вот это изменение формы государственности, церемоний и статуса. Вот поэтому это было просто продиктовано, такой выбор был продиктован просто самим выбором темы и предметов. Но центральной фигурой всё-таки на выставке, я так понимаю, будет являться Пётр? Нет. Абсолютно три равнозначных центральных фигуры. Михаил Фёдорович Романов, Алексей Михайлович Романов и Пётр Алексеевич Романов. И плюс там есть ещё экспонаты, которые нас отсылают к другим представителям династии Романовых. Это и Иоанн, который вместе с Петром вошёл на соправитель, да, и Фёдор Алексеевич Романов. Поэтому там есть экспонаты, которые позволяют нам говорить о вообще истории становления этой династии, которая правила России 300 лет. И, наверное, в России найти довольно сложно человека, который хотя бы на уровне имён не знал Екатерина II, Павел I и так далее и тому подобное. Хотя бы имена он знает. Эта выставка позволяет увидеть, как зарождалась эта династия, которая оказала безусловно огромное влияние на Россию. И на нашу с вами жизнь, что уж тут, увидеть это через предметный ряд, который имеет огромное значение. Потому что посетители смогут увидеть вещи, которые редкий человек может увидеть. Потому что благодаря нашему такому прекрасному, плодотворному сотрудничеству, которое продолжается уже три года, больше трёх лет, и нам ещё предстоит две выставки сделать с коллегами из музеев Московского Кремля, жители Владивостока и Приморского Края получают действительно уникальную возможность увидеть музейные предметы, исторические предметы очень высокого уровня, очень значимые для истории страны, не выезжая за пределы своего региона. Это во-первых. А во-вторых, большая часть вещей приехала из запасников, из фондов. Это значит, что даже не каждый житель города Москвы и гость Москвы может увидеть эти вещи. Поэтому я всегда обращаю на это внимание, потому что... Ну, это иллюзия тоже наша такая, что люди, приезжающие из регионов, тут же в Москву даже бегут тут же в музеи. Ну, это не так. Не знаю, я всегда в первую очередь по музею. Ну, есть, да, безусловно. Но как только ты видишь большие очереди в ту же самую оружейную палату, у тебя возникает ощущение, что можно прийти туда не ходить. Но на самом деле действительно стоит отстоять очередь пойти в оружейную палату, но еще раз скажу, что здесь мы третий год подряд представляем вещи, которые и из оружейной палаты, и из фондов. Это имеет большое значение. Для нас, для Музея истории Дальнего Востока, мне, Арсений, это имеет большое значение принимать и такие коллекции, и такие предметы. Мне кажется, еще есть такой большой плюс, наверное, именно для жителей Владивостока, что эта выставка, она представлена не в каких-то общих залах, да, это конкретно привезенная выставка, и ты можешь познакомиться с конкретной историей и ей проникнуться. Потому что историки же тоже, наверное, будут работать, гиды, возможно, какие-то, да, рассказывать об истории, что-то освежить в голове можно, познакомиться можно. Потому что приезжая в ту же Москву, в тот же Санкт-Петербург, огромные музеи, где ты ходишь, глазеешь по сторонам, ничего не запоминаешь. Все, конечно, красиво, что-то пытаешься выхватить, но мало чего потом остается в памяти. А здесь можно все-таки близко познакомиться с историей. Да, можно будет совершенно точно посетить выставку самостоятельно. Для этого есть там все тексты, которые можно почитать и рассмотреть. Можно посетить с экскурсоводом. Они подготовлены силами как раз коллег из музеев Московского Кремля. И мы подготовили аудиогид для посетителей. То есть экскурсии идут по времени. Аудиогид вы можете взять в любое время и пройти с этим аудиогидом по выставке и получить более обширную информацию. Ну и, естественно, запланированные и предлагаются посетителям, семейным посетителям образовательной программы на этой выставке. И будут различные инклюзивные программы для людей с ограничением. Поэтому большая программа. Можно все посмотреть на сайте музея. Ирина Витальевна, Анна Александровна уже сказала, что там как-то блоками все разделено. Что это за блоки? Не совсем блоками. Просто выставка построена, с одной стороны, хронологически. То есть мы двигаемся от начала династии, от времени Михаила Фёдоровича к эпохе Петра I. И в определённом смысле блоки посвящены наиболее важным церемониалам и ритуалам, которые существовали при царском дворе. Это парадный выезд царя, парадный выход царя, парадный воинский выход царя, торжественный пир. И отдельным блоком идут трофеи Полтавской битвы. Это решающие события Северной войны. А окончание Северной войны – это становление России как империи. Есть ли какой-то центральный экспонат на выставке? Вот как я спрашивала про центральную фигуру. Обычно же, когда мы приходим на выставку, людей чем-то заманивают всегда. Не знаю, корона императора, например. На самом деле эта выставка интересна тем, что у неё нет такого топового экспоната. Вещи, которые приехали во Владивосток, на любой другой выставке, каждая из них была бы топовым предметом. Во-первых, она на 90% мемориальна. То есть вещи, которые представлены на ней, принадлежали непосредственно тем людям, о которых мы на выставке говорим. То есть первым царям династии Романовых. Это уже само по себе чрезвычайно важно и чрезвычайно интересно. Поэтому сказать, что вот этот экспонат особенно важен, а тот, который находится в соседней витрине, нет, я не могу, я не имею такого права. Каждый найдёт для себя свой, будет рассматривать и узнавать. Я хочу сказать, что действительно, эффект этой выставки, действительно, мы там, это третья выставка наша, первая была «Карта России. Вехи истории». Там центральным экспонатом, как помнят, наверное, зрители и посетители музея, было «Яйцо Фаберже», «Сибирский поезд». Вторая выставка была «За службу и храбрость награды России». Там центральными экспонатами явились то, ради чего люди шли, на самом деле. «Орден Андрея Первозванного» и «Орден Победы». На этой выставке действительно удивительным образом экспонат, мне кажется, каждый человек найдёт что-то такое для себя, что в нём будет отзываться. Вот, например, мы когда уже выставку начали монтировать, для меня вот таким экспонатом, который меня потряс, это был жезл Карла XII. Может быть, потому что я помню со школьных лет учебник, где изображён Карл XII, держащих в руках этот жезл, и когда ты видишь его воочию, вживую, явно такой весь пожёванной жизнью, я бы сказала, ты понимаешь, что перед тобой сама история. Там за каждым предметом скрывается большая-большая история. И каждый посетитель, мне кажется, в нём будет отзываться какая-то такая память, действительно, Арина Витальевна права по книгам, по фильмам, по учебникам, по школьным. Это редкая возможность увидеть историю такой, какая она есть, через вещи, что для музея является очень важным. Потому что сегодня всем кажется, что можно заменить вещи цифровыми технологиями. Это неправда. Цифровые технологии устаревают с такой скоростью, что наш телефон, который находится в наших руках, будет всегда современнее, чем любое музейное оборудование. А предмет музейный никуда не уйдёт. Он будет вызывать самые сильные впечатления. Тем, что он принадлежал какому-то важной личности. Или тем, что ты видишь на нём технику, которую никто никогда уже не сможет повторить, потому что утеряны технологии. Или, например, ты видишь предмет, который тебя просто поразит своей красотой. Музейный предмет – это великая вещь и сила. И мне кажется, что люди на эту выставку тоже могут приходить не раз, не два, не три. Её можно читать несколько раз. Через одну тему, через другую, через третью. И я надеюсь, что наши экскурсоводы как раз такую возможность людям и предоставят. Нельзя ли прикоснуться к предмету на выставке? Нет, разумеется, не надо. У меня была история из жизни, когда я проводила свой отпуск в Санкт-Петербурге и поехала в Петергоф. И прикоснулась к ручке. Она была сделана из какого-то камня. Я уже не помню, в каком зале это было, из какого камня. Но рука сама потянулась. И, естественно, я её потрогала. За что сотрудники музея сказали мне, ай-ню-ню, так делать не стоит. Ну, все мы понимаем, по какой причине. Потому что вещи эти имеют большую ценность. Ну, они имеют большую ценность. И ещё вот мы всё время вспоминаем последние несколько дней профессию реставратора, которая очень важна для музея. Потому что реставратор тратит огромное количество усилий и времени на то, чтобы предмет, который видит посетитель, выглядел таким, какой он был в своё время. Это трудоёмкая работа сохранения таких вещей. И нам повезло, что вот к нам приезжает реставратор высокого уровня из музеев Московского Кремля. Хотя у нас тоже есть и свои хорошие реставраторы. Но это работа, которую не видит посетитель ежедневно. Он не понимает, какое количество времени стоит за этим. Но результаты, именно с этими результатами работы реставратора, он сталкивается каждый раз, когда он приходит в музей. Ирина Витальевна, мы уже заговорили про реставраторов, про ценность. Каким образом сохраняются эти вещи? Ведь нужна, наверное, эти экспонаты, нужна какая-то температура, нужны какие-то условия, наверное, определённые. Как их сюда доставляют, в Москву, в Владивосток? Человека тяжело перевести, не говоря уже про экспонаты. Экспонаты перевести тяжелее, чем человека, поверьте мне, потому что для них тоже существуют совершенно определённые требования. Эти требования должны соблюдаться. Относительно сохранения экспонатов, оружейная палата всегда была местом необычным. Но начнём с того, что это личная казна императора, до этого царя. Музеем оружейная палата стала в 1806 году по указу императора Александра I. А до этого это частная собственность государя. Поэтому, естественно, были специальные люди, которые должны были заниматься тем, чтобы государь не потерял свою личную собственность, чтобы она перешла из поколения в поколение, от отца к сыну, максимально в том виде, в котором её получил когда-то отец от своего отца. Что касается современного времени, вещи прожили очень долгую жизнь. Это ведь и одежда в том числе. И одежда в том числе с одеждой сложнее всего, потому что ткани – чрезвычайно хрупкий материал, который зависит буквально от любого колебания погоды, от любого колебания температуры, от того, какая влажность, какой свет. Можно продолжать бесконечно. Поэтому её сохранность и работа реставраторов над подобного рода вещами – это настоящий подвиг. Но я не хочу ни в малейшей степени умалять труды наших реставраторов по металлу или по дереву, потому что каждый совершает свой подвиг. И реставраторам-металистам приходится ничуть не легче, чем реставраторам-тканевикам. Просто у них, скажем так, совершенно другие технологии, совершенно другие знания, совершенно другое умение и опыт. Но, тем не менее, удаётся. Но результат замечательный. Да, у нас, кстати, будут представлены на выставке как раз такие предметы из тканевых коллекций, как говорят в музейном мире. Это прежде всего платно царя Петра Алексеевича Романова. Такое специальное торжественное одеяние для торжественных случаев. Это кафтан русский, того же самого Петра, где вы можете, собственно говоря, оценить рост человека. Это попона. Это налатник. Вот Ирина Витальевна рассказала, что такие налатники сохранились… В единственном экземпляре. В единственном экземпляре. И этот единственный экземпляр присутствует на выставке. Точно так же, как экспонат с уникальной судьбой и уникальным назначением – это тарч, который существует тоже. Это что? Траншейный щит. Мы знаем об их существовании из документов. Мы можем видеть тарчи на гравюрах и рисунках. Они были очень распространены в Европе. Но единственный тарч, который сохранился в оригинале – это тарч из оружейной палаты. И он тоже будет на выставке. Так что это все экземпляры штучные. Штучные экспонаты, которые… Еще раз повторюсь, что за каждым из которых открывается какая-то совершенно своя необычная история. Такие, знаете, как в «Алисе в стране чудес» нора такая, кроличек, куда ты там падаешь, и тебе открывается целый космос взаимосвязей, исторических судеб, геополитических историй и так далее и тому подобное. Потому что на самом деле какое, казалось бы, отношение Петр I имеет к Дальнему Востоку? Да прямое. Потому что именно с него начинается полномасштабное освоение Сибири, движение на Дальний Восток. Он отправляет экспедицию Беринга. Это его последняя мечта – увидеть, что же там. И он отправляет в большую пятилетнюю экспедицию Беринга, которую в результате открывает Камчатку. А, у меня даже мурашки побежали. То есть я правильно понимаю, что, в принципе, эта выставка, она будет интересна каждому? Да. Даже человеку не особо подготовленному, от маленького ребёнка, до тех, кто интересуется историей. Ну, хотя бы потому, что целый ряд вещей имеет необычный вид, который непривычен, ну, просто потому что это было слишком давно. И не все представляют себе, как одевались в XVII веке, с чего ели, с чего пили, каковы были обычаи и порядки. Поэтому каждый найдёт для себя что-то интересное. Я хочу спросить про сотрудничество музеев Московского Кремля и музея Арсеньева. Три года вы сказали, что длится. Три выставки. Три выставки, да. Три выставки, соответственно, раз в год – это больше. На самом деле, поскольку каждая выставка занимает, подготовка её занимает не менее двух лет, то наше сотрудничество гораздо более длительное, чем три года. Это уже третья выставка, которая проходит. И в чём важность вот этого сотрудничества? Почему было принято соглашение же между вами? Да, есть соглашение о сотрудничестве. Было принято такое решение на уровне директоров. Что даёт нам сотрудничество? Ну, прежде всего, если мы будем говорить про профессиональное, то это даёт, конечно, в большей степени нашим обмен нашими знаниями, нашими навыками профессиональными. Мы чему-то учимся у коллег. Каждый раз, когда коллеги приезжают к нам, мы знакомимся с нашими коллекциями, с нашими экспозициями, обсуждаем это. Я надеюсь, что коллегам полезно сотрудничество с нами профессионально, потому что мы вкладываем в эту выставку каждый из групп, которые работают над этим проектом, свои навыки. То есть коллеги умеют что-то своё делать качественно, мы что-то своё. Таким образом рождается совместный выставочный проект. Мы долго обсуждаем, начиная от названия и концепции, заканчивая, как будут выглядеть этикетки. Это всё довольно трудоёмкая история. Сотрудничество для посетителей, для жителей региона, мне кажется, оно очевидно, потому что мы с большой радостью представляем то, что не каждый житель России может увидеть. Это огромная радость. Огромная радость делиться с тем, что ты как профессионал и так, в общем, можешь получить, увидев, потому что если мы придём как профессионал к профессионалам, музейщики к музейщикам, коллегам, наверное, нас пустят и в хранилище, и покажут, и расскажут. Это вообще без сомнения. Но поделиться этой радостью со всеми – это огромное счастье. Насколько я помню, музей Арсеньева, я где-то не так, кстати, давно это узнала, он вошёл в состав лучших музеев страны. Нет, мы были несколько лет назад, входили в список арт-ньюспейпа на самый посещаемый региональный музей. Мы два года назад поменяли, год назад поменяли статус, стали федеральным музеем. То есть музей Московского Кремля – это федеральный музей, и мы стали сейчас федеральным музеем. Таких музеев в стране не очень много. Мы сейчас попали в то, что называется в музейном мире высшую лигу. И в том числе вот эти выставочные проекты, которые мы реализуем и с коллегами из музеев Московского Кремля, и с коллегами из других музеев. У нас большие планы по выставочным проектам следующих лет в партнёрстве с другими музеями. Они позволяют нам вот эту рамку общероссийскую, не региональную, а общероссийскую, держать. Ирина Витальевна, вот мне хочется как раз-таки про общероссийский масштаб спросить. Дальний Восток, понятно, у нас есть музей Арсеньево. А с другими городами, с другими регионами ведётся такое сотрудничество? Да, разумеется. У нас так же, как и с музеем Арсеньево, есть договор с музеем в Челябинске. Он тоже заключён на несколько лет, и мы тоже возим туда выставки достаточно регулярно. У нас было несколько выставок в Екатеринбурге. То есть музеи Кремля, в общем, ведут достаточно обширную выставочную деятельность именно для жителей нашей страны. Активно путешествуют, я бы сказала, экспонаты ваши, да? Ну, мы стараемся, чтобы экспонаты путешествовали разные. То есть чтобы они не слишком часто один и тот же экспонат переезжал с одного места на другое. Ну, хотя наша страна очень большая, но люди тоже путешествуют. И чтобы на разных выставках, в разных городах люди всё-таки могли познакомиться с большим объёмом вещей, узнать больший объём информации. Поэтому мы стараемся подбирать для каждой выставки вещи, ну, немножко разные. Хотя иногда тоже совпадают, бывает и такое. Анна Александровна, Ночь музеев у нас также проходит. Выставку Романова отца ряда императора увидят? Да, выставка открылась 18 мая, что очень символично. Это день, Международный день музеев, который отмечается по всему миру. И это такой подарок и нам самим, и нашим посетителям, которые смогут Ночь музеев, 22 мая, который пройдёт в музее Арсеньева, увидеть выставку, посетить экскурсии, послушать аудиогид и своими глазами увидеть историю России. Выставка где проходит? Выставка проходит в главном корпусе музея Арсеньева, Светландская, 20. Будет работать она до конца сентября. То есть до конца сентября есть шанс познакомиться. Есть возможность, да. Спасибо. Я надеюсь, что как можно больше жителей нашего Владивостока присоединиться к истории и пусть не впрямую, но косвенно прикоснётся к таким великим вещам. Спасибо большое. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о выставке «Романовы от царя до императора» из собрания музеев Московского Кремля. В гостях у нас были Ирина Горбатова, ведущий научный сотрудник сектора зарубежного искусства, оружейной палаты музеев Московского Кремля и куратор выставки, и Анна Щербакова, учёный-секретарь музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом.